Всем привет, добро пожаловать на канал KUVALDE.RU, меня зовут Антон. Сегодня очень неожиданное, но я надеюсь, интересное видео. Вы станете свидетелями международного турнира среди мастеров по деревянной скульптуре, который обычно ежегодно проходит в Германии, но коронавирус, самоизоляция и так далее. И было принято решение не отказываться от этого турнира и провести его в режиме онлайн. Это первый и по большому счету спонтанный опыт, поэтому не судите строго. Комментировать соревнования буду я и ваш хорошо знакомый, тренер по продукту Стэнли Блэкендекер Андрей Гненный. И обязательно досмотрите это видео до конца, потому что у вас появится возможность выиграть памятные подарки. Погнали! Ознакомлю вас с регламентом мероприятия. 12 участников. 5 стран. Россия, Беларусь, Эстония, Польша и Литва. Подробнее с ними вы познакомитесь в процессе. Задача. За 30 минут нужно выполнить скульптуру из дерева на свободную тему. Материал и инструменты участники используют по своему желанию. Далее. Путем голосования будут определены три лучшие работы, а определять их будете вы, подписчики канала Кувалда.ру. И это еще не все. Среди голосующих мы также разыграем приятные сувениры с символикой от Де Волк. Но о них уже в конце видео. Вы можете видеть, у нас уже соревнования во все начались. Где-то даже уже какие-то предметы начинают получаться. Да, давай потихоньку уже пойдем по участникам и параллельно будем знакомиться с ними. Соответственно, у нас есть даже семейные подряды. Соответственно, два таких, скажем таки, мероприятия. Ну и давайте как раз к одному из таких, скажем таки, семейных выступлений и подключимся. Сейчас как раз у вас на экране работает Ирек. Ирек, нужно отметить, он сейчас пенсионер, ну скажем таки, в своей бытности, когда он еще трудился, работал. Он был профессиональным шахтером. Он работал на шахте и, соответственно, добывал уголь. Привет. Меня зовут Ирек Цанибов. Я из Польши. Я живу в деревне Скервенско. Занимаемся резьбой по дереву бензопивой. Это мои хобби. Резьбой занимаемся вместе с женой моей, богушем. И все будет хорошо. Спасибо. А когда вышел на пенсии, у него появилось такое интересное увлечение. Я так понимаю, что следом за своей супругой он взял в руки бензопилу и начал делать какие-то интересные вещи. Надо отметить, что в этой семье любят и уважают штиль. Да, да. Вы можете видеть, что по тем пилам, которые... А их достаточно много вокруг них выложено. Нужно отметить, что да, штиль – это у них один из самых популярных инструментов. В общем, 8 лет, со слов Ирек, он говорит, он занимается деревянной скульптурой. Нужно отметить, что даже в таком зрелом возрасте человек, взяв в руки бензопилу, может что-то уже действительно интересное творить. Ну, дальше, я думаю, будет интересно посмотреть, а что происходит ровно в том же месте, но уже руками его супруги. День добрый. Называем себя Богу Мила Цанибау. Я из России. Я живу в прекрасной городе, которая называется Скрбейско. Соответственно, здесь мы уже переключились. Нужно отметить, что это единственная дама на сегодняшний день, которая у нас выступает в этом зачете и занимается пилением. Вы можете видеть, что она точно так же работает штилем. И, соответственно, сейчас у всех участников основная операция – это съем материала. То есть они начинают снимать достаточно большие куски с дерева для того, чтобы придать какие-то формы. То есть для того, чтобы эта форма была уже видна. Так, ну, сейчас мы переключились на тоже семейный подряд. Второй семейный подряд – это у нас Эстония. Это у нас Эстония. Здесь работают Райва и Йозеф Перанди. Райва – отец. И сын пошел по его стопам. Тоже занялся резьбой. И, собственно, он… А Йозеф у нас самый младший участник, да, нашего турнира? Да. Турнира. Самый младший участник. Ему 23 года. 23 года. Да, да. В этом году он поступил в университет, соответственно, на первый курс. Планирует стать управленцем. Но с пилой он управляется прекрасно. Надеюсь, и управленцем тоже сможет стать хорошим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно заметить, что участники из Эстонии очень быстро выполняют свою работу, но это произошло, потому что они сделали небольшой фальстарт и начали раньше всех остальных. Собственно говоря, поэтому и дадим дополнительные, я думаю, минут даже 10 остальным участникам. Кстати, заметьте, используют дополнительные аксессуары, вроде как фрезер Макидо. Или примашлив машина. Примашлив машина. Да, вполне возможно. Ну что же, путешествовали по заграницам, давай посмотрим, что происходит у нас. Сейчас переключаю картинку на Тульскую область, город Олексин. Владимир Филатов в эфире. И, соответственно, он... Соответственно, он вырезает что-то тоже очень интересное. Владимир, как и многие, использует фирму «Штиль» для работы. Привет всем, меня зовут Владимир Филатов, город Олексин, Тульская область. Деревянной скульптурой занимаюсь с 2008 года. По первому образованию повар, второе – столер, плотник, экономист. Специальностей много, участник различных мероприятий по парку и ледяной снежной скульптуре. В 2010 году первый раз участвовал в фестивале «Спас Клепиках» Рязанская область. Погнакомился с интересными людьми и поднеслась, поехала. Владимир к резьбе бензопилой пришел тоже, как и многие участники, случайно. По своему первому образованию, как он сказал, он был поваром. Потом занялся плотницким и столярным делом. Получил экономическое образование, но, соответственно, занимаясь плотницким и столярным делом, делал какие-то различные тоже резные изделия. Ну и, соответственно, можно видеть то, что у него это дело прижилось, и получается, нужно отметить, достаточно интересно и неплохо. Я даже скажу больше, у него получается собака. Думаешь? Ну, очень похоже на морду собаки. Может быть, медведь. Медведь – это большая собака тоже. Ну, очень одомашненный медведь тогда это. Ладно. Давай продолжим дальше? Да, давайте продолжим дальше. Собственно, тоже хотелось бы переключиться и посмотреть, что у нас происходит во Владимирской области, в городе Петушки. У нас здесь работает Николай Меркулов. Николай Меркулов по основной своей профессии – он МЧСник. Он работает в МЧС и занимается тем, что спасает людей. Здравствуйте. Всем доброе время суток. Меня зовут Николай Меркулов. Представляю город Владимир. Занимаюсь резьбой на протяжении 10 лет. Своим коллегам по ремеслу желаю крепкого здоровья, успехов и удачи. У него хобби. Нужно отметить, что он в своем деле у себя в городе достаточно известен. Отмечен различными грамотами от администрации, от различных школ, во дворах которых, как раз, располагаются его скульптуры. А ты посмотри, какая красивая голова орлава в кадре. Наверняка это его рук дело. Ну, работает во дворе собственного дома. Как я понимаю, соответственно, я думаю, что в его дворе таких изделий должно быть достаточно много. Ну, я думаю, что мы наверняка прикрепим какие-то дополнительные материалы, которые люди смогут посмотреть и оценить масштаб умений и талантов наших участников. Да, да, конечно. Ну, а, собственно, тоже посмотрите на все это мероприятие. Ну, и нужно отметить то, что по результатам этой трансляции, по вашему, так сказать, голосованию, по вашему выбору, мы будем дарить призы-подарки. Да, есть смысл озвучить. То есть победитель будет выбран путем голосования среди подписчиков, и вообще всех участников, которые будут писать комментарии на YouTube-канале по Валдыру. Ну, подробности будут чуть позже. Ну, совершенно верно. Давай дальше продолжим гулять. Да, давайте дальше продолжим знакомиться с нашими участниками. И тогда уже перейдем в союзное государство России. Это Белоруссия из республики. В республике Беларусь работает Павел... Для меня трудно... Павел Хасиловский. Хасиловский, совершенно верно. Спасибо, что поправил меня, Антон. А Павел Хасиловский, да. Он, судя по всему, вырезает голову орла. Ну, и здесь даже угадывать не надо, какой производитель инструмента у него является фаворитом. Слушай, ну, пока все участники, которые мы с тобой видели, все используют штиль. Что бы это значило, интересно? Ну, собственно... Кроме того, что все используют штиль, наверное, больше это ничего и не значит. Ну, нужно отметить то, что все те люди, которые сейчас участвуют, отчасти друг с другом знакомы. Поэтому, я думаю, то, что предпочтение... То есть, ты думаешь, они все участники секты штиля? Ну, нет, нет. Мы еще не со всеми познакомились. Ну, давайте немножко про Павла тоже расскажу. Павел занимается, так сказать, скульптуризмом, изготовлением скульптур, по его словам, достаточно давно. С детства он занимается резьбой. С детства, разумеется, какие-то маленькие детали вырезал ножом. Ну, и, соответственно, потом вырос, стал заниматься и оформлять различные сцены в белорусских театрах. Соответственно, у него там было два основных места работы. Один из них там большой минский театр. Соответственно, делал различные декорации. Ну, собственно, сейчас занимается основном профессионально деревянной скульптурой. Ну, и изготавливает различные вот эти вот красивые вещи. Да, и мы видим с тобой также использование дополнительного инструмента. Прямая шлифмашина. Да, да, да. Нужно отметить то, что в инструменте, разумеется, никто из участников не ограничен. Инструмент использует тот, который у них наличествует дома. Поэтому, собственно, соревнуется только мастерство. Где мы еще не были? Мы с тобой еще, по-моему, не были у Евгения Акимова. Евгений Акимов, это, нужно отметить, достаточно большой профессионал. Евгений живет и работает в Чебоксарах. Нужно отметить то, что также он является и преподавателем в Чебоксарском педагогическом университете, где как раз преподает деревянное зодчество. То есть, нужно отметить то, что он делает своими руками. Для него является не просто профессией, для него это является, пожалуй, делом всей его жизни. Добрый день. Меня зовут Евгений Акимов. Представляю город Чебоксара, Россия. Занимаюсь резьбой по дереву. С детства сейчас занимаемся резьбой бензопиовой. Стараемся выполнить как можно больше все пилой. Все будет хорошо. Успехов. Слушай, я уже угадываю, что Евгений делает двух сов. Ты уже обратил внимание, что у него в руках не штиль? Вообще на Хускварну похоже. Да, он работает в данном случае, это Хускварна. У нас даже обзор на эту пилу был на канале. А что он делает? Как ты думаешь? Два филина, две совы, я не знаю, как правильно. Но, скорее всего, это оно и есть. Два филина или две совы, да? Либо сова. А, кстати, совы от филина чем отличаются? Мальчик-девочка, а чем отличаются друг от друга? Ты думаешь? А? Ты думаешь, да? Вообще-то да. Хорошо. У нас Робертос, к сожалению, от трансляции лечился, да? К сожалению, да. Это, кстати, наша пятая сторона, это Литва была. Давай попробуем сейчас в процессе как раз набрать. Может быть, у меня получится его обратно вернуть. Так, я думаю, ей смысл перейти к Роману. Давай посмотрим, что он делает. Это тоже представитель из Польши. Ну, Роман в нашем предварительном участии, мы делали уже пробный небольшой забег, тестировали все эти системы, он изготовил рыбу. Судя по всему, как мне кажется, тема нашего сегодняшнего мероприятия тоже будет что-то из водоплавающих. Ты думаешь, будет то же самое? Ну, мне почему-то кажется. Слушай, я думаю, надо к Кириллу Байеру перейти, потому что мы о единственном участнике не рассказали. Ну, что нужно отметить? Говоря про Кирилла Байера, он изготавливает, судя по всему, цаплю. Нужно отметить, что во многом это мероприятие сейчас проходит благодаря... Он выступил с инициативой собрать как раз в период этой пандемии, когда нас всех заперли по домам и выступил с инициативой собрать тех людей. Собственно, всех тех участников, которые сейчас участвуют, он со всеми практически знаком лично, поэтому собирал этих людей он. Мы в этом отношении выступаем исключительно, как предоставляем призовой фонд и, соответственно, предоставляем все эти вещания, ну и, соответственно, предлагаем аудитории выбрать лучшую работу. Добрый день. Была у нас одна история. Приехали мы в Южную Корею, а там... Ну, ладно, это длинная история. Зовут меня Кирилл Баир. Я архитектор, закончиво-московский архитектурный институт у профессора Ожегова. Также я закончил Богородскую школу художественной резьбы по дереву. Сейчас я мало занимаюсь архитектурой, мало занимаюсь резьбой, больше мне нравится создавать инсталляции в команде, либо самостоятельно. Наши работы мои стоят в Финляндии, в Германии, в России. Сейчас закончится коронавирус, и мы опять отправимся в путешествие. И все будет хорошо. Слушай, ну, крайне интересная конструкция у него получается. Пока я даже не понимаю. Слушай, а это не цапля ли какая-нибудь? Или аист? Ну, судя по всему, да, это какая-то птица. Кирилл, собственно, занимается по основному своему роду деятельностью как раз различными скульптурными инсталляциями. Изготавливает и делает различные перформансы. Ну, и зачастую, как правило, руководит целой группой скульпторов для того, чтобы это все дело красиво получилось. Он руководит как раз и является организатором архитектурного, бюро архитектурных находок. Очень интересное название. Сокращенно это звучит как Архнах. Соответственно, бюро архитектурных находок это его как раз основное направление, которым он занимается. Да, я думаю, сейчас можно перечислить на Владимиру Филатову, потому что у него практически уже готовая конструкция получилась. Кстати говоря, мы уже 20 минут как в эфире и 20 минут как наши участники занимаются активно резьбой. Да. Ну что, переключимся к Владимиру Филатову и смотрим, что у нас происходит. Да, я думаю, сейчас нет смысла долго задерживаться на каждом участнике, потому что уже окончательно вырисовываются какие-то в них изделия и, я думаю, пропустить не хотелось бы. Тогда потихонечку пойдем тогда по мере того, как мы продвигались. Мы начинали, насколько я помню, с Ирока. Соответственно, Ирока. Ну давай, давай, давай. Ценебо – это наш шахтер, которого мы первым представили. Переключаясь на него, у него получается какая-то целая скульптурная композиция. Вы можете видеть размер ее высотой в человеческий рост, а он уже придает как раз уже внешний лоск и работает электроинструментом. Судя по всему, как... А, нет, еще цепотилы продолжают. Да нет, все еще с пилы. Да, да. Но теперь уже как раз придает определенную шероховатость угловая шлифовальная машинка в вышлифовывании деталей. Здесь уже мы не ошибемся. Кстати, Робертос включился обратно. Сейчас попробуем ему подключить камеру. Сейчас я давайте ему включу звук и скажу. Робертос, я отключил, отправил запрос на подключение камеры. К сожалению, вас сейчас пока еще не слышно, не видно. Включите, пожалуйста, Робертос. Робертос работает. Ну, у него работа кипит, судя по всему. Работа кипит, но что происходит? Зато мы с тобой можем видеть, что Райва и Йозеф Феранди практически уже закончили свою работу. Да, но нужно отметить, что они немножечко раньше всех начали. Согласен, согласен, согласен. Причем здесь также сова или филин, здесь уже точно непонятно, и какой-то гном или что-то типа того. Вот это очень интересно, это эстонская сказка. А, это домовой, это домовой. Да, 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 домовой такой, соответственно, это очень, так сказать, известная в Эстонии сказка, которая, ну, там достаточно популярна. Дети забыли убрать со стола. Если кто-то прибрался в течение ночи, то это сделал именно в пикку. Соответственно, это тот, что помогает и делает людям жизнь лучше и интереснее. Так, давай переключимся на Александра Иванова. У него уже тоже практически готовая, ну, уже белочка. Да, да, здесь мы можем видеть тоже тему животных. Это белочка. Соответственно, здесь он уже как раз прорисовывает детали, продолжает работать цепной пилой. Выделываю уже какие-то мелкие детали. А пила у него, судя по всему, эхо. Да, да, вполне возможно. Так, идем дальше. Давай посмотрим, что у нас у Евгения получается. Ну, Евгений тоже уже практически заканчивает. Евгений уже тоже, можно видеть, некоторую декоративную обработку дерева придал. То есть он его немножечко тонировал. Оно сейчас уже смотрится несколько интереснее, как просто фильм. И можете видеть, уже какие-то дополнительные детали прорабатывает. А, Робертос. У нас появился Робертос. Давайте переключимся на него. Его мы уделили вниманием. И, соответственно, как раз расскажем про этого мастера. Робертос работает в Литве. Живет он в Каунасе. Но нужно видеть, он уже работу закончил. Мы, к сожалению, не могли видеть, как он ее делал. Практически, да, камера была отключена. Привет, друзья. Сегодня будем участвовать в спидкарвинге, который организован по идее Кирилла Баира, моего хорошего друга. Я сам резчик. Занимаюсь резьбой уже, наверное, лет 20. Когда-то надо было начать считать работы. А сейчас уже, наверное, поздно. За 20 лет кое-что мы делали. Но главное, что появилось много друзей, с которыми мы общаемся постоянно. Наш спидкарвинг тоже такой символический, виртуальный. Первый раз, когда мы не можем, как всегда, этой весной вместе собраться и шашлыки сделать. Не волнуйся, будь счастливым. Все будет прекрасно. Лискас бузгерай, другая. Ну, немножечко расскажу. Робертас по своему основному образованию является инженером-электронщиком. Ну, так случилось, что работал многоплотником, отделывал различные дома, бани. Ну, и, соответственно, очень получались вот эти вот художественные композиции домов. Ну, и сейчас это для него является как раз основным, одним из основных источников доходов. Ну, все равно он продолжает любить и заниматься радиоделом, радиодеталем. Ну, вы можете видеть, как раз держатель для туалетной бумаги. Да-да-да. Во время самоизоляции очень нужная вещь. Особенно учитывая дефицит туалетной бумаги, которую устроили у нас в магазинах, это уже прям становится элементом не просто дефицита, даже, я бы сказал, элементом роскоши. Я уже думаю, люди научились и без нее обходиться. Посмотрим, что у нас происходит на остальных частях. Давайте переключимся как раз и посмотрим, что у нас происходит у нашего организатора, одного из организаторов, у Кирилла, и посмотрим, чем работает он. Ну, можно видеть то, что по заднему баннеру, то, что одним из предпочитаемых марок инструмента, электроинструмента, это является как раз производитель той самой пилы, которую мы сегодня разыгрываем, именно Devolt. Ну, и как раз мы можем видеть, как этот инструмент он использует. Аккумуляторный фрезер, воздуходовки, все, что с этим связано. Это получается, слушай, ну, может быть и собака, как ты говорил, но я с трудом ее угадываю. Ну, это... Я, честно говоря, в породах собак так себе разбираюсь, но по морде это собака. Ладно. Так, а где у нас еще работа не закончилась? У нас еще Александр Иванов работает. И Павел Косиловский тоже еще продолжает свою... Так, давайте переключимся на Павла, мы еще к нему второй раз не подключались. Так, ну что, одна минута, ребята, одна минута осталась. Если вы слышите, через минуту уже завершаем. Минутная готовность. Итак, время, выделенное на работу со скульптурой из дерева, подходит к концу. А это значит, что сейчас мы с вами увидим готовые изделия. И самое время рассказать, как будет проходить голосование за лучшую работу. Ну и какие, а главное, как вы сможете получить подарки. В комментарии под этим видео вам нужно выбрать три лучшие работы и написать, кто, по вашему мнению, заслуживает первое, второе и третье место. Имена участников отображаются на экране и плюс будут дублированы в описании. Голосовать можно до 15-го числа включительно. Итоги будут подведены 16-го мая. Ну и вас мы, конечно, не оставим без подарков. Среди всех комментариев, которые проголосовали правильно, а именно расположили понравившиеся работы первое, второе, третье место, Так вот, среди таких комментариев мы разыграем три комплекта мерча с символикой The Wall Stanley Black & Decker. Это будет бейсболка и толстовка. Итоги также будут подведены 16-го мая. У Богумилы, судя по всему, какая-то вот... Это девушка, это девушка, ты посмотри, это же... Это да, это бюст, бюст девушки. Я влюблен, я влюблен. Она прекрасна. Доброе утро. О, а вы сшли в Россию? Я себе дам поставлю. Буду каждое утро ей поклоняться. Ну, это моя работа. 30 минут, очень быстро и очень мало для меня. Я сделала девушку. Я очень люблю делать девушку. Анельские. Это моя пасия. Ты на русском перевести. Как это? Моя пасия это... А, пасо. Моя пасия это делать девушку и анельскую. Это для меня самое интересное. Это самое важное для Бога Милы. Спасибо. Урха. 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 Да, давайте сейчас посмотрим, что Сделал Ирек. Вот это. Два дедушки в лесу. Это рельеф. Так, ну что же, давайте тогда сейчас посмотрим, что еще у нас мы сделали в Польше. И переключимся на Романа. Это рыба, да? А что за рыба? Это что за рыба? Дорж. Дорж. Велорыб. Дорж. Роман, можешь показать крупнее детали рыбы, вокруг нее камеры провести? Ну, давай. Видишь? Да, да, прекрасно. Слушай, даже элементы глаз сделаны. Вообще шикарно. Да, окей. Здорово, 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 Роман. Спасибо большое. Так, ну давайте дальше пойдем, скажем таки, по мере приближения к России. Посмотрим, что у нас сделали в Белоруссии. А то есть Эстония тебя не... А, ну, кстати, в Эстонию мы тоже сейчас зайдем. Ну, давайте тогда вернемся к Робертусу. Робертус еще раз покажет и расскажет про свою работу. Работа уже закончена, уже можете видеть. Даже размещены, так сказать, основные для этого изделия. В ней предусмотрены две ниши для хранения рулонов и специальный подвес. Робертус, если несложно, покажи. Подвес он проволочный сделан, да? Да-да. Готовились на долгий карантин. А оказалось, что он уже кончается. Надо где-то все вешать. Накуплено. Вот теперь сделали такое на заказ. Вещь, наверное, очень ходовая будет. Я думаю, хороший бизнес получится. Ладно, Робертус, хорошего бизнеса. Туп, туп и ручка такая. А, это же целая рука, которая держит пружину. Я только сейчас рассмотрел. Да, и тут еще можно положить еще патроны. Заряжаемая рука. Антон? Ну что, продолжаем дальше? Да-да, давайте дальше. Тогда мы сейчас переходим как раз в Эстонию. Да, пойдем в Эстонию, потому что там уже все давно готово. Рой, Волх! Да, слушаю. Покажешь и расскажешь нам про работу, которую вы сделали? Хорошо. Сейчас я возьму это дело руки. Вот, вот, Юзип за полчаса сделал сову. Очень красивую, очень красивую, из дуба. А, причем даже он обжигал эту сову. Ну, это жареная, жареная сова. Жареная сова. Обыкновенная жареная сова. Точно не филин? Ни-а. Ну, мы его защищаем от коронавируса. Правильно делаете. Вот. И батя Райва сделал опять Поку. Поку этот, по-русскому, этот домовой. Такой деятель, доброжелающий и так далее. Вот. Вот так и мы сделали. Эй, парни, я закончил. Так, так. Павел, ты готов рассказать про свою работу? Сейчас я тебе звук включу. Да, это Орел Харли Дэвинсон. Орел Харли Дэвинсон. Ну да, одно из увлечений у Павла как раз-то мотоциклы. Воу-воу-воу-воу. Красота какая. Здорово. Привет из солнечной Беларуси. Видно, 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 хорошо. Отлично, отлично. Здорово. Спасибо. Да, давайте переключимся тогда уже в Чебоксары. И, я думаю, Александр Иванов, ты готов рассказать про свою работу? У меня Белочка, которая зовут Ольбе. А поднесёшь камеру поближе? Покажешь, если можно? Сейчас. Это берёза. Это берёза. Да. То есть у нас Александр единственным, по-моему, кто берёзой пользовался. В основном там дуб и сосна было. Что? Что было под рукой? У меня тоже берёза была. А, серьёзно? Значит, у нас уже два участника с берёзой. А есть какая-то особенность работы с берёзой? Вязкая, твёрдая. Цепь перевёт хорошо. У меня шум заклинило. Ну уж, в цепку. Тогда мы переключимся как раз к Евгению Акимову. Да, он там загрустил уже, по-моему. Евгений, расскажете про свою работу? Покажете? Ну да. Это такие вот две совы. Всё-таки совы, не филины. Ну, сова ушастая или филин. Но парочка всегда не в паре, потому что сделано. И, как бы, получается, здесь можно цветочек посадить. Дело для любимой жены. То есть это уже утилитарная вещь, в хозяйстве пригодится. Это как для цветов подставка. Правильно? Ну да. Это вот. Это, по-моему, поблили. Здорово. По-моему, это очень интересное интерьерное решение, как раз для подставки цветов. Евгений, а вы что пилили? Какой материал? Это дуб. Дуб. Это дуб. Жена будет довольна. Думаю, да. Сто процентов. Так, у нас ещё Владимир, да? Владимир, вам слово. Расскажите про свою работу. Ну, собака же. Ну, точно собака. Собака, порой, это собаки, ножи, прямо уходячая. Собака прямо уходячая. Специальная, это живая собака получилась. С большой головой. Угу. Мне кажется, это герой какого-то мультфильма, нет? Очень похоже. Где-то я её уже видел. Возможно. Возможно. Ну да, мультяшный такой. Владимир, а из чего, из какого материала делали? Я тоже. То есть, вся эта работа сделана даже не какой-то специальной карминговой шиной, а обычной комплектной стоковой шиной, которая идёт вместе с трубой. Да, да, да. То есть, в принципе, это может сделать любой человек. Нужно только иметь руки. Ну, работа тоже такая весенняя, это зверь, цапель. Такая весенняя птица, сейчас пора любви, карантин, когда молодые дома, и возможно, что через 9 месяцев у нас будут, так сказать, карантинные дети. Вот, видно, эта цапель будет их приносить. Всё. Покажешь работу поближе, возьмёшь камеру, может быть? Я могу её поднести. Так, пойдёт? Ага, замечательно. Это такая, больше как панно работает. Можно на стену повесить, да? Да, правильно. Очень хорошо будет смотреть под цвет. Антон? Да, да, да. Кстати, мы работу Николая так и не посмотрели. Вот так вот, дорогие друзья. В течение 30 минут можно сделать садовую скульптуру весенний гриб. Это весенний гриб. Такой смешной мультяшный. Хорошо не коронавирус. Ну, может быть, такое. Мне кажется, он такой довольный и немножко захмелевший уже гриб. Да, 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 да. Ну, это же весенний гриб. Отлично. А из чего изготавливали? Тополь, тополь. Тополь. А почему тополь? Ютубу. Вот таким получился наш импровизированный онлайн-турнир или фестиваль по деревянной скульптуре. Напоминаю, в комментариях голосуйте за участников, расставляя их по местам. Первое, второе, третье. И через неделю мы узнаем, кто же стал самым лучшим скульптором по дереву по версии подписчиков канала Кувалда.ру. Ну и разыграем среди всех, кто голосовал, три комплекта мерча, как я уже говорил. Условия, думаю, всем понятны. Огромное спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видео на нашем канале.